Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Малообеспеченных россиян, накопивших большие долги за ЖКХ, не лишат положенных субсидий. Как только просрочка будет погашена, они снова смогут рассчитывать на помощь государства. Так говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Госдумы. При этом субсидии будут выплачены и за время, когда у бывших должников возникли финансовые трудности. О необходимости внести изменения в ЖКХ заговорили сразу несколько парламентариев. По их мнению, на сегодняшний день процедура получения субсидий в стране не так проста, как хотелось бы. В итоге почти 30% выделенных на помощь нуждающимся средств остаются неизрасходованными. Динамика роста ВВП России в 2015 году может быть нулевой из-за цен на нефть, сообщил зампредправления Внешэкономбанка Андрей Клепач. По его прогнозу цена нефти отскочит ближе к 90 долларам. Он также отметил, что условий для укрепления рубля сейчас нет, несмотря на усилия Центробанка. Делая прогноз по инфляции, Клепач выразил мнение, что в этом году она будет не меньше 8,5%. В следующем году многое зависит от того, что будет происходить с ценами на нефть и, соответственно, с курсом рубля. Если цена будет не ниже нынешнего уровня или около 90 долларов, то инфляция будет от 7 до 8%. По итогам произошедших летом массовых уходов с рынка туристических компаний сумма финансового обеспечения по договорам ответственности туроператоров, прекративших исполнение обязательств, составляет 1 миллиард 890 миллионов рублей. Уже заявленные убытки, по данным Всероссийского союза страховщиков, только за июль-сентябрь превысили 4 миллиарда 342 миллиона рублей. Всего за последние два месяца прекратили исполнение обязательств около трех десятков туроператоров. По экспертным оценкам, не менее четверти участников рынка находятся в опасной зоне. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии вторника. Индекс ММВБ подрос до отметки 1421 пункт. Среди лидеров роста Башнефть, НЛМК, Аэрофлот, Яндекс, Уралкалий и Лукоил. Лидеры падения – акции ФСКЕС, Полюс Золото, Интеррау и Алроса. Позитив на российском рынке происходит на фоне пересмотра рейтинга Doing Business, согласно которому Россия поднялась на 62 место, а также растущих фьючерсов на нефть. Торги во вторник в Европе, США и Азии завершились в зеленой зоне. Курс доллара на 29 октября – 42,39 рубля. Курс евро – 53,86 рубля. Золото стоит 1674 рубля за грамм. Серебро стоит 23,42 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 86,49 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!